Ямы на дорогах. Кто и главное, когда их наконец устранит. У березняковцев дорожный Армагеддон традиционно вызывает возмущение. После многочисленных обращений жителей города и автовладельцев, глава города Алексей Казаченко организовал рейд по особо опасным аварийным участкам. Отправляемся прямо сейчас. А вот и первый опасный участок – улица Циренщикова. Первый зам Александр Пономарёв и представители управления благоустройства и спецавтохозяйства города отметили, что на данный момент здесь уже частично проведены аварийные ремонтные работы по устранению ям. Отмечу, что участок стоит на контроле администрации. Едем дальше. Следующий аварийный участок березняковцы знают как въезд в город со стороны Ависмы. Дмитрий Павлович, начальник управления благоустройства, отметил, что данная дорога требует незамедлительного ямочного ремонта. Оценив ситуацию, заместитель главы Александр Пономарёв принял решение в ближайшее время назначить и сроки дальнейшего планового ремонта данного участка. Продолжаем наш рейд. А тем временем подъезжаем, пожалуй, на самый, но сшумевший перекрёсток улиц Пятилетки и 30 лет Победы. Огромные ямы в центре дороги не только приводят к поломке автомобиля, но и являются страшной угрозой жизни и здоровью участников дорожного движения. На месте уже работает аварийная бригада. Сюда в срочном порядке вывели людей, бригаду, аварийно устранить вот этот дефект. Вы обратили внимание, что сейчас ямочный ремонт проводится при помощи тротуарной плитки. Это, скажем так, один из способов, когда погода не позволяет применять горячие смеси. Как только более-менее погода степилизируется, не будет атмосферных осадков, будем уже применять установки для литого асфальтобетона. То есть это и более качественно, и более долговечно. На сегодня мы с управлением благоустройства составили предварительный график наше видение на сегодня, какие участки нуждаются в ремонте в первую очередь. Участков, конечно, очень много. Их, ну, насчиталось больше двух сотен. И мы будем последовательно, планомерно их убирать. Напомню, капитальный ремонт дорожного покрытия производится путем софинансирования в соотношении 90 процентов краевого и 10 процентов местного бюджета. А если у вас есть вопросы к качеству дорог в городе, вы можете обратиться в диспетчерскую службу спецавтохозяйства. Мы также продолжим следить за развитием событий. Евгения Лосева, Кирилл Яранцев. Наши новости.